Здравствуйте, уважаемые подписчики, на связи с вами Серега. И в этом уроке мы с вами разберем один интересный фон для сайта, точнее создадим его своими руками. В общем, смотрите. Когда мы проматываем данную страничку вниз, здесь появляется так называемый блок окна. Я его так наименовал. И на этом блоке окна показывается, точнее внутри этого блока показывается совершенно другой фон для сайта. Так вот, эффект достаточно интересный, потому что когда мы прокручиваем страницу, фон остается на месте, а окно его видим, показывает лишь частично. Но если мы будем проматывать полностью, то мы увидим весь фон, который хотим показать. Сейчас на данном фоне я использовал дизайн дневника, который мы будем создавать с нуля на тренинге «Верстаем на 5 с плюсом 2.0», изучая HTML5 и CSS3. Но сразу говорю, что вот это вот обычная картинка. И это значит, что вы можете вставить любое изображение, которое захотите, и применить эти знания касательно уже своего сайта. Поверьте мне, эффект достаточно интересный, особенно когда будет стоять тематическая картинка с красивым фоном. Итак, давайте приступим к созданию данного фона. Первое, что вам необходимо сделать, это скачать архив FixedFone, который я прикрепил к данному занятию. Скачивайте его на свой компьютер и извлекайте в текущую папочку. У вас получится папка FixedFone. Давайте мы в нее зайдем и откроем файл index.html в браузере. Открываем. Это файл-заготовка, как вы уже догадались. И здесь есть все то же самое, что и на этой странице, за исключением вот этого самого окна. И в этом уроке мы сейчас и будем его создавать. Вот видите, здесь абсолютно пусто. Итак, поехали. Первым делом нам необходимо открыть файл index.html, в котором находится наш сайт, и файл в стиле CSS, это стили сайта, при помощи которых мы будем издеваться над внешним видом нашего сайта, в редакторе кода. Я буду использовать редактор Sublime Text 3. Так, давайте мы перетянем index.html и стиле CSS в наш редактор, и я сейчас проведу с вами кратенькую инструкцию. Итак, обратите внимание, в файле index.html, вот здесь, в 44 строке, надпись «Работаем здесь». То есть именно здесь мы будем размещать наш блок окна, в котором будет прокручиваться фон. В файле стили CSS тоже есть комментарии, то есть видим «Работаем здесь», «Конец работы». И вот эти два класса, с которыми мы будем работать, тоже будут создавать вот этот самый фиксированный фон. Давайте начнем. Первым делом, сразу хочу заметить, что вот эти названия L2, L3 я взял из головы. То есть тут можно их сразу спокойно поменять. Например, давайте напишем, чтобы вам было понятнее, «Окно». То есть сугубо, ну любые названия берете, главное, чтобы они были на латинице. И давайте здесь напишем «Fixed font». Вот так. Сохраним все это дело. И теперь перейдем к файлу «Индекс.html». И здесь заведем соответствующие divы с соответствующими классами. Давайте мы эту строчку удалим. И здесь пропишем. Первое. Div. И в нем напишем класс «Окно». То есть тот класс, который мы указали вот здесь. И следующий div сразу внутри напишем. Так. Div. Так. С классом «Fixed font». «Fixed font». Так. Сохраняем. Все. Больше мы здесь ничего не делаем. Достаточно простой прием. Вот этот маленький код в HTML будет отвечать за вывод данного окна. Дальше идем. В файл стиле CSS. Первым делом мы должны для этого блока «Окно», класса «Окно» указать его высоту. Давайте поставим, как я изначально сделал, 400 пикселей. «Hate» 400 пикселей прописываем. Так. Сохраняем. И идем в браузер. Так. И обновляем. Щелк. И видим. У нас окно уже появилось, но здесь в нем пока ничего не видно. Мы это скоро исправим. И сразу же можно еще подстраховаться, написать «Background». Это задний фон. «Transparent». То есть прозрачный фон, чтобы был виден фон вот этого блока. «Pixed Fon». Сразу говорю, что окно, оно должно быть пустое, просто проматывается, а сам фон будет содержаться в дополнительном блоке, который находится внутри окна. То есть вот в этом блоке. И здесь давайте пропишем следующее. Во-первых, давайте зададим «Background». И в нем укажем... Ну, что мы в нем укажем? Сначала давайте укажем просто обычный цвет. А затем напишем «URL». И здесь укажем путь к нашей картинке. Поставим тут точку с запятой. Обратите внимание, чтобы везде стояли вот эти знаки. Точки с запятой, двоеточие. Иначе работать не будет. Будьте внимательны к этим мелочам. Итак, здесь мы должны прописать ту самую картинку, дизайн нашего дневника, который мы будем создавать на тренинге «Верстаем на 5» с плюсом 2.0. Ой, какая длинная фраза получилась. Итак, картинка называется «FF.jpg» и находится на папочке «Images». Поэтому здесь мы и должны указать следующее. Пишем имя папки «Images». Ставим слэш. И здесь вставляем название картинки «FF.jpg». Так, не так. Вот так вот. «Jpg». Все. И давайте сразу пропишем высоту. «Height» 100%. То есть, чтобы наша картинка, она находилась, ну, растягивалась на все окно браузера или родительского элемента. Давайте мы сохранимся и обновим нашу страницу. И видим, вот фон наш получился, но он еще выглядит не очень хорошо. Во-первых, давайте его сразу отцентрируем. Поэтому возвращаемся к свойству «Background». Ставим перед точкой запятой наш курсор. И здесь пишем. Первое. Давайте мы разместим наше изображение по центру. Прижмем его кверху. И дополнительно напишем «No Repeat». То есть, если экран будет большой, чтобы оно не повторялось. «No Repeat». Потому что по умолчанию оно будет повторяться. Сохраняемся. Обновляем окно браузера. И видим, наше изображение стало по центру. Отлично. Но оно при перемотке, сейчас еще видим, ездит вместе с нашей перемоточкой. Поэтому нам необходимо сделать следующие шаги. Итак, первый шаг. Давайте я начну с новой строки. Вы можете продолжать дальше писать в одну линию. Следующий шаг – это написать, задать позиционирование. Позиционирование и прописать Fixed. То есть, это позиционирование, оно задает блоку Fixed Phone фиксированное положение. То есть, что значит фиксированное положение? Это когда оно не меняется в зависимости от прокрутки. То есть, видим. Вот здесь оно не меняется, потому что именно ему задан Fixed. Дальше. Если мы сейчас обновим страницу. Так, я, наверное, не сохранил. Нет, не сохранил. Сохраняемся. Обновим страницу, мы увидим, что изображение пропало. Здесь есть несколько причин. Во-первых, когда мы прописываем Fixed блоку Position Fixed, он перестает растягиваться на всю ширину. Поэтому здесь давайте сразу же допишем Width 100%. И, во-вторых, нам необходимо еще задать местоположение этого блока. Давайте напишем Top 2.0. То есть, это означает, что наш блок будет прижиматься к... Давайте я сохраню. К самому верху окна браузера. То есть, сюда. Давайте мы обновим страницу. И увидим. Вот наш блок. Видите? Но сейчас при перемотке ничего не меняется. То есть, он получился поверх всех остальных блоков. И поэтому нам необходимо записать еще одно маленькое свойство. Которое называется Z-Index. Пишем Z-Index и здесь ставим минус 2. То есть, мы его делаем, если рассматривать как слоеный пирог, то мы размещаем блок FixedFone в самом-самом низу, самым последним слоем. И таким образом, следующие слои, которые там, где идет текст, сверху и снизу, они будут уже выше. В общем, давайте-ка мы с вами обновим нашу страничку и посмотрим на результат нашей работы. Опускаемся потихонечку вниз и видим. Вот появился наш тот самый фон, который вы видели в начале урока. Только теперь он создан вашими же руками. Поздравляю вас. И сразу же хочу напомнить, что сейчас здесь размещен дизайн дневника, который мы будем создавать с нуля на тренинге. Верстаем на 5 с плюсом. И сюда можно поместить любую картинку. Давайте мы прямо сейчас это и сделаем. Пройдите в папочку Images. И здесь есть картинка под названием Adaptive.png. Давайте мы ее пропишем вместо FF. Я пишу Adaptive. И здесь пишу PNG. Сохраняем нашу картиночку. Обновляемся. И видим, вот наша картинка получилась. Только она прижата к верху, так как она меньше. Давайте мы ее просто разместим по центру. Поэтому убираем топ. Сохраняемся. Обновляемся. И теперь наша картинка будет всегда находиться по центру окна. Видите? Ну что ж, дорогие друзья. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, урок вам очень понравился. И, пользуясь моментом, хочу пригласить вас принять участие в моем новом тренинге Верстаем на 5 с плюсом 2.0, где мы будем пошагово и на практике изучать HTML5 и CSS3. Поэтому, если вы хотите научиться Верстать профессионально, прямо сейчас записывайтесь в предварительный список участников тренинга, так как для них будет идти специальная цена. Поэтому сюда указывайте свое имя, здесь свой e-mail и нажимайте подписаться и дальше следуете инструкциям. И очень скоро вы получите новые уроки и подробности о тренинге Верстаем на 5 с плюсом 2.0. Всего хорошего. До скорых встреч. На связи с вами был Серега. Пока.